Друзья, всем привет! В этом сюжете мы с вами разберем очень интересную тему, с которой сталкивается каждый автомобилист. Приезжая на техническое обслуживание, мы узнаем, что есть оригинальные тормозные диски, оригинальные тормозные колодки, оригинальное масло, оригинальные фильтры, оригинальные элементы подвески. Есть все оригинальное, при этом сам производитель не имеет никаких заводов, где он лично это производит. И при этом всегда есть аналоги. Мы сегодня с вами будем разбираться не стоя вот просто так на улице возле машины, мы сегодня с вами будем разбираться, ребята, на живых примерах. У нас все есть. Все, что лежит здесь, это ни в коем случае не реклама, это лишь образцы для того, чтобы вам наглядно показать, в чем разница. И мы сегодня разберемся на простом примере, на фильтрах салонных. У нас будут фильтра для Hyundai Kia, у нас будут фильтра для VAGA, для BMW, для Mazda, у нас будут весы, у нас будут цены. И мы вам сегодня все покажем, будем резать, будем взвешивать, будем все детально рассказывать. В общем, я думаю, эта тема вам будет интересна, поэтому присаживайтесь поудобнее. 110 секунд спонсор выпуска, а дальше, чтобы не прерываться, мы переходим к основной теме выпуска. А спонсор этого сюжета комбинированное устройство 3 в 1, видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор от компании Playme, модель Prime. Ранее я вам уже рекомендовал устройство от компании Playme, но поймите, время идет, постоянно что-то обновляется, появляются различные новинки. Для всех тех, кто на момент декабря 2020 года еще не обзавелся подобным устройством, ребята, обратите на него внимание, это то, что вам нужно. Качество записи здесь Full HD, идет съемное магнитное крепление, что очень удобно в повседневной эксплуатации. Playme Prime заблаговременно и точно оповещает о полицейских радарах и камерах. В нем установлен высокоэффективный радар-детектор с разработанной в Корее патч-антенной. В нем установлен интеллектуальный режим IQ Radar, который автоматически меняет чувствительность радар-детектора в зависимости от скорости движения вашего автомобиля, что сводит к минимуму количеству ложных срабатываний. В комплекте идет поляризационный поворотный светофильтр, с помощью которого вы сможете устранить блики, а также картинка станет более насыщенной. В солнечную погоду это особенно будет заметно. Устройство считывает карты памяти microSD до 128 гигабайт. Здесь стоит дисплей на 3 дюйма, с помощью которого вы можете настроить это устройство. Друзья, данное устройство 3 в 1, оно стоит 13 990 рублей. Если вы его покупаете сейчас в декабре, то вам в подарок приходит антисептик аж на пол-литра. Подобные устройства покупаются один раз и на очень длительный срок. Продаете машину, его забираете с собой. Именно поэтому Playme Prime ждет вас по ссылочке в описании. Более подробную информацию вы найдете там. А помогать нам в этом будет Александр. Саш, привет! Большое спасибо тебе за информацию предоставленную. Он последние 8 лет занимается автозапчастями и, соответственно, крутится в этой теме. И вот этот сюжет родился благодаря ему. Вот смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас пройдемся по наиболее распространенным фильтрам. Мы их взяли на бум. Для того, чтобы просто вам показать. У нас будет Hyundai, как я сказал, Skoda, VAC, BMW и Mazda. Мы сейчас начнем с самого простого. Мы начнем с Hyundai. Саш, ты привез нам два фильтра. Рассказывай, показывай. Вот это у нас получается оригинальный. Это у нас оригинальный фильтр компании Hyundai, который устанавливается на модели Kia Sportage последнего поколения и Hyundai Tucson последнего поколения. Данный фильтр идет для внутреннего рынка Кореи, соответственно, мы видим иероглифы. И, соответственно, является полным аналогом того, что сама компания Hyundai Kia привозит сюда. То есть, компания Mobis, то, что сюда в Россию привозит. Почему мы взяли именно этот фильтр? Потому что на него более адекватная цена, чем то, что привозит Mobis. Mobis привозит эти фильтра. И по цене, скажем так, в розницу, то, что Mobis сюда привозит, мы продаем по 1663 рубля. Данный фильтр, который, как я уже сказал, полный аналог оригинального, но он и есть оригинальный, он уже получается 721 рубль. Мы озвучиваем вам цифры, по которым эти фильтра, все, что вы сегодня увидите, можно купить на стороне. Не у официального дилера. Это важно, потому что подобный фильтр у официального дилера может стоить на 30, 50, 100% дороже. Смотрите сами, цены у дилеров отличаются. Наша задача показать вам, что происходит на стороне. Есть неоригинальный фильтр. Да, есть аналоги данного фильтра, который мы сейчас наглядно с вами покажем. Прежде всего, хотелось бы на этом фильтре немножко остановиться. Как вы видите, это просто бумага. То есть, это не пластиковый корпус, ничего. Это обычная бумага. И в нашей линейке сегодняшней, это, грубо говоря, самый доступный фильтр. Да, это самый простой, это не угольный, никакой. Это просто обычная бумага. Что касается аналогов. Аналогов данного фильтра большое очень количество. И, к сожалению, часто бывает встречается непроверенный аналог, который может отличаться от данного фильтра. Что мы с вами сейчас и увидим. И вот это у нас сейчас будет первый минус в сторону аналоговых фильтров. Почему? Вы заказываете, а их, как Пусташа сказал, действительно огромное количество. Вам приезжает то, что реально типа подходит. И вы получаете вот такую историю. Мы получаем вот такую историю, которая, как вы видите, во-первых, тоньше. Во-вторых, немного короче. Данный фильтр можно поставить в машину. Люди, которые его ставят в интернете, вы можете посмотреть. Немного, как говорится, колхозят. Придумывают какие-то уплотнения, чтобы пыль не проходила мимо этого фильтра. Конечно, он дешевле. Его стоимость у нас получается 418 рублей. Но вы видите, что он разный. Человек, который решил заказать себе аналог, вот раз, да, столкнется, если с первого раза подобная ситуация. Он потом весь оплюется и будет говорить, да нафиг мне это надо. Я лучше буду покупать себе оригинальные фильтры, потому что они подходят. Это целый геморрой. Но это просто, грубо говоря, нужен опыт. У вас есть автомобиль, неважно какой, Hyundai. Вам просто нужно найти свою линейку, чтобы вы с этим не занимались любовью. Вот это вот, да, по качеству одно и то же. За исключением лишь одного, что здесь не хватает вот этой вот окантовки. Для того, чтобы это легко входило в салон и вы могли поставить этот фильтр. Соответственно, если у человека нет опыта и знаний, то либо интернет нам поможет, либо обращайтесь к профессионалам, который возьмет на себя ответственность и будет уже он виноват, если что-то вот такое произойдет. Здесь мы подводим промежуточный итог. Вот такой фильтр, да, оригинальный, по сути, это все то же самое, стоит 721 рубль. У официального дилера такой же фильтр по качеству, один в один, будет стоить примерно 2000 с хвостиком. Кто владеет Hyundai, можете написать, за сколько последний раз на ТО вам пробивали подобный фильтр. Мы идем дальше. Следующий это VAG. Популярные автомобили по нашей стране. Вот смотрите, вот это оригинальный угольный фильтр. Мы про него расскажем чуть-чуть подробнее, мы его даже с вами порежем. Он стоит на стороне примерно 1434 рубля. А вот это вот его аналог, который стоит в два раза дешевле. Его можно купить по цене примерно 750-800 рублей. Давайте послушаем, в чем их разница. Значит, данный фильтр устанавливается на автомобиле Octavia, автомобиле Audi A3 и также Volkswagen Jetta Polo. Тут очень и вообще интересные ситуации. Компания VAG совсем недавно отменила поставку обычных фильтров и также угольных фильтров. Оставила для своей линейки этих именно моделей только антибактериальные фильтры. И вот этот фильтр, он идет как антибактериальный. Но самое интересное, когда были все фильтра представлены, антибактериальный имел с этой стороны, соответственно, видно, что он угольный, а с этой стороны он имел желтую пропитку. И как бы было понятие, понимание того, что он все-таки именно антибактериальный. В последнее время он идет вот в таком виде. Не знаю, конечно, может быть, внутри есть что-то антибактериальное, но мы этого не видим. Мы сейчас посмотрим, мы его разрежем, будем духать. Что касается производителя. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, кто данный фильтр, как мы уже знаем, оригинальный, производит для компании Volkswagen VAG. Мы с вами видим, что это компания Malle. И, соответственно, у нас представлен и аналог этой же самой фирмы. Давайте посмотрим. Делаем все при вас, то есть скрываем его, переворачиваем. Ну, показывай, покажи поближе, чтобы было прямо понятно. Как вы видите, надписи разные, но это, скорее всего, связано с тем, что у компании Malle в Европе находятся три завода, которые производят эти фильтры. И, соответственно, аналог, посмотри, Дима, это, по-моему, Румыния, да, по-моему, производство? Да, Румыния. А оригинал тоже, по-моему, Румыния. Тоже Румыния. Ну, возможно, просто разные партии и еще так далее. Но данные фильтры совершенно сделаны одной компанией. И, как вы видите, по размеру они никак не отличаются. По текстуре. За исключением только могут чуть-чуть отличаться по цветам, да? Потому что, посмотрите, здесь там по серее как-то он сделан. Но, в целом, визуально, чисто только цвет разница. И понять, цвет это хорошо или плохо, ну, вот как понять? Да, тут никак не поймешь, на самом деле. Потому что даже по весу... Ну, вот смотрите, да, вот оригинальный фильтр, вроде бы, как у него именно мембран меньше. То есть здесь они чаще. И теоретически, да, как бы мы понимаем, что этот фильтр должен улавливать грязь и пыль лучше. Вот, давайте взвесим, посмотрим, сильно ли они отличаются. Для чего мы взвешиваем? Потому что есть мнение, что вот в оригинальном фильтре больше там... Угля. Угля, угольной пыли, да. И, соответственно... И он лучше. А вот в неоригинале он хуже. Ну, давайте проверим. Давайте посмотрим. Значит, сначала мы с вами взвесим оригинал. 213 грамм. Есть замер. Это у нас аналог. 205 грамм. То есть разница у нас составляет 8 грамм. 8 грамм. Ну, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что эта разница вообще ни о чем. Как в тактильном ощущениях. Вообще ни о чем совершенно, да. То есть фильтра совершенно одинаковые, а разница в два раза. По цене. По цене. И еще важно, да, что я подчеркиваю, потому что вы понимали, что это цены, по которым можно на стороне их купить. У дилера официального, не забывайте, там 30, 50, 100 процентов. Да, этот фильтр, во-первых, он будет продан как антиаллерген. И, во-вторых, цена с накруткой дилера будет существенно больше, чем он есть в розницу. Ну, давайте, может быть, их разрежем, посмотрим. Может быть, они, правда, чем-то внутри отличаются. Друзья, исключительно для эксперимента режем вот этих двух подопытных кроликов, чтобы посмотреть, вдруг реально внутри что-то будет по-другому. Потому что, когда вы будете звонить дилеру, как правило, могут сказать, ну, визуально, а вот там внутри купить, порежьте. Вот мы сейчас их и порежем. Так, начинаем с разреза оригинального. Поехали. Мы сегодня, как это, научные ребята, ученые, режем его. Посмотрите, посыпалась угольная пыль. Чувствуется. Да, плотно, очень. Плотный. Посмотрим, как раз, может быть, аналог будем резать. Может, этого будет достаточно, разрежем. Так, смотрите, что у нас получается. Пыль угольная есть. Соответственно, какой-то пропитки, да, антибактериально, но она должна быть же. Но она должна быть, да. Раньше, как я уже говорил, она была желтого цвета, ее было видно. На аналоге она была, малее, она шла голубого цвета. Запаха никакого абсолютно от фильтра нет. Достаточно крупные крошки. Не пыль даже, а даже именно крошки. Так, ну, здесь все понятно. Давайте теперь режем аналог. Поехали. Ну, по плотности так же упруго. Я бы не сказал. Ну, легче, чуть-чуть, да? Он чуть-чуть легче, да. Возможно, может быть, да. Может быть, общее количество этих граммов. Ну, может быть, это просто на заводе так завешивают. Ну, давайте посмотрим, откроем. То есть, здесь, смотрите, по ощущениям, да, он попроще. То есть, оригинальный, посмотри, как он сделан, да, как он пушистый. Он, то есть, как будто сделан мощнее. Ну, вы посмотрите сами. Даже вот в разрезе, стой, Саша. Стой, смотри. Вот даже в разрезе, да, мы смотрим, например, на него и видим то, что вот этот аналог, соответственно, здесь, он как будто дешевле, он меньше сделан. А здесь прям черный, да, ярко выраженный. То есть, есть и плюсы, и минусы. То есть, здесь, как бы, ребер больше, но, возможно, крошка пыль, угольная крошка меньше. Вот это хороший момент, потому что, видишь, что-то мы его взяли с тобой, разрезали, а как бы разница чувствуется, что вот этот как-то получше сделан. Но стоит ли она таких денег? Вот, вот, в этом-то мы и разбираемся, стоит она таких денег или не стоит. Потому что, друзья, изначально, когда ты говоришь, по размерам вроде бы плюс-минус все то же самое. Вот этот мы начали резать, он режется прям тяжело. Вот этот режется легче, но здесь тоже есть свои плюсы-минусы. Ну, вот, такая вот картина получается. Значит, какой мы можем сделать вывод с вами по этим фильтрам? Здесь, получается, угольные крошки поболее, но здесь больше мембран, больше ребер. Соответственно, уголь, это у нас абсормирующий материал, он улавливает у нас неприятные запахи и вытягивает запахи неприятные из салона. То есть, если вы курите, то, конечно, возможно, этот фильтр вам будет лучше. Но, опять же, как мы выяснили, 8 грамм разницы. Этот фильтр аналог, за счет того, что у него большее количество мембран, он просто будет улавливать больше грязи, больше пыли, которая идет снаружи. Подчеркну еще раз, что основная задача этого сюжета – разобраться, какие же все-таки стоят покупать расходники. Аналоги или оригиналы? Выводы здесь делаете только вы, потому что тема серьезная, вы все люди взрослые, у многих из вас была куча машин. Вот напишите обязательно в комментариях, какие вы покупаете себе расходники. Ребята, мы переходим к BMW. Вот этот фильтр подходит на BMW G30 и на BMW X5 новый. Вот он стоит, оригинал вот этот у нас, 5 564 рубля. У официального дилера, конечно же, это может стоить 8 тысяч, 9 тысяч, а то и 10-12. А вот это вот его аналог, который стоит практически в два раза дешевле 2795 рублей. Вот давайте вскрывать и смотреть, в чем же разница. У Саши оригинал, у меня аналог. Да, это оригинал, по опыту сразу вам могу сказать, BMW-шные фильтры, для BMW-фильтры делают Valeo, либо то же самое Maleo. В нашем случае для именно оригинала, это компания Valeo. К сожалению, аналог этой не привозит никто, потому как не пользуется спросом, поэтому аналог мы взяли именно Maleo-компании. И теперь давайте их посмотрим. Идут он в комплекте из двух штук, они небольшие, то есть если мы сложим, это получается по размеру чуть больше, чем ваговский фильтр. Вот. И теперь давайте посмотрим по качеству. Слушай, ну по ощущениям даже, вот посмотрите, вот пожалуйста, вот этот у меня аналог. То есть здесь он как-то по контуру сделан с ребрами жесткости, назовем их так, а здесь их нет. Вопрос. Это хорошо или плохо? Я думаю, что, ну скажем так, для самой системы кондиционирования это никак не повлияет, но вот именно для установки все-таки удобнее, когда у вас фильтр более, так сказать, сбитый, и его будет легче поставить в посадочное место. Что касается цвета, да, то бишь они у нас оба угольные, но мы как видим, что аналог угольный более темный, а значит в нем больше угольной крошки. Давайте взвесим. Да, самое главное теперь далее, это чтобы понять, чтобы резать мы их не будем. Суть в следующем, мы сейчас просто их взвесим и поймем, есть ли разница по весу, то есть по наполнению. Итак, взвешиваем оригинал. Сразу оба. Получаем с вами 335 грамм. И теперь аналог. 295 грамм. На 40 грамм меньше. На 40 грамм меньше, да. Но это уже существенней. Таким образом мы видим, что аналог на 12% легче, чем оригинал. Но в любом случае интересно понять, а вот эти вот 12% это вот насколько плохо? Почему? Смотрите, друзья, я напомню, что оригинал стоит 5564 рубля, а вот это стоит практически в два раза дешевле 2795 рублей. Что ты скажешь по этому поводу? Тут как бы трудно, конечно, за кого-то принимать решение, но опять же, это делает Valeo, это делает малее. Разница может быть именно из-за того, что разные производители. И лично я считаю, что это не очень большая разница. И переплачивать такую сумму просто за бумагу с углем, с угольной крошкой, ну, трудно. Ну, конечно, решать не мне, решать владельцам машины, но вы считаете, думаете. Друзья, вот показываю вам, как есть. Цена вроде бы дешевле, кто-то скажет, аналог это все то же самое. Вот напишите ваше мнение в комментариях. Мы стараемся объективно в этой теме сегодня разобраться. Мы сейчас приходим к тому, что все-таки есть идеальное соотношение цена-качество. Вот смотрите, вот это оригинальный фильтр для Mazda CX-5 и Mazda 6. Он стоит на стороне примерно 929 рублей. И у него есть аналог, держи, который стоит у нас 339 рублей. То есть разница почти в три раза ниже. Доставай вас, Саша. Да, и этот аналог мы немножко соцентрируем его внимание. Это, так сказать, эконом-класс компании Filtron. И, скажем, тоже небольшой плюс в сторону Mazda, то, что их цена получается одной из самых низких сегодня представленных фильтров. Но при этом мы с вами видим, что он, во-первых, имеет пластиковый корпус. Во-вторых, он имеет пылевый экран из поролона. То есть цена его, можно сказать, немножко обоснована. То есть есть, за что ты платишь. Но он, конечно, попроще, поменьше своего объема. Что касается компании Filtron, то мы с вами можем посмотреть. Это полностью одинаковые фильтры. То есть они ничем не отличаются. И при этом этот фильтр стоит почти в три раза дешевле. И это, так сказать, эконом-класс. Вот давай его тоже взвесим, на всякий случай. Конечно. Друзья, пока мы сейчас все взвешиваем, смотрите, вот на что я лично обратил внимание. Мы сейчас пишем все по-живому. Я увидел одно, что корейцы и японцы это просто какие-то бздуньки. Ну вы согласитесь, вы посмотрите, даже та же самая Skoda, там, ну VAC, да? Какой у них фильтр? Про BMW я молчу, понятное дело. Он гораздо дороже стоит, но это фильтр так фильтр, он угольный. Там прям чувствуется какая-то хотя бы защита. Здесь же просто, ну это вот и корейский, то же самое. Делайте выводы. Итак, это у нас оригинал. 54 грамма. И теперь аналог фирмы Filtron. 63 грамма. То есть даже, по сути, он где-то местами тяжелее. Да, даже у нас получается на 9 грамм он тяжелее. Мы переходим к выводам. А у нас здесь мнения разделились, потому что, посмотрев на все это, я, например, заметил разницу у VAC. Все-таки все равно в глаза она бросается. У корейцев та же самая история. Мы взяли два фильтра, привезли один. Он чуть-чуть не подходит. То есть с ним нужно что-то помудыхаться. Но он встанет. Но это нужно помудыхаться. Да, он дешевле. С Mazda здесь, ну, здесь все просто. Он сам по себе изначально простой. С BMW та же самая история. По весу 12 процентов, на мой взгляд, это существенно. 1-2 процента это несущественно. Но Саша считает иначе. Саш, выскажи свою точку зрения. Почему ты считаешь, что это незначительно все? Ну, я считаю, это незначительно именно из-за того, что система кондиционирования, достаточно, скажем так, поток воздуха. Как там все идет, там все очень просто. И фильтр, он просто нужен для того, чтобы фильтровать воздух. Сломаться из-за того, что вы будете использовать чуть-чуть хуже аналог, ничего там не может. Нет, про сломаться не говорим. Понятное дело, что не сломается. С точки зрения качества поступаемого воздуха, фильтр нужен фильтровать воздух. Тоже вы разницу никакой не почувствуете, если оно будет составлять там те же самые 10-12 процентов. То есть, ну, это надо, я не знаю, надо быть каким-то нюхачом профессиональным, чтобы реально запас улицы почувствовать, как он будет более яркий или менее яркий. А цена-то мы все-таки прежде всего сейчас говорим о том, что обоснованно, наверное, не обоснованно. И мы видим, что разница, допустим, в 10-12 процентов по качеству, по весу. Но цена-то разница в 50 процентов, в 100 процентов, да, ну, почти. Переходим к следующей теме. Вот смотрите, когда вы покупаете автомобиль, вам скажет дилер то, что нужно проходить все официального дилера, все обслуживание. Да, якобы это все, конечно, делается под эгидой того, что это гарантия и так далее, тому подобное. Не стоит забывать, прежде всего, что автомобиль технически сложный товар, состоит он из множества агрегатов и узлов, и гарантия на все эти агрегаты и узлы своя. И они все не с вами связаны. Поэтому, если вы используете фильтр неоригинальный, даже если вы его меняете сами, на гарантию это никак не повлияет. Потому что, не дай бог, если у вас что-то произойдет с системой кондиционирования, прежде всего должна быть проводиться независимая экспертиза. И если эксперт установит причину-следственную связь, что система там сломалась из-за фильтра, что нереально, то, понятное дело, тогда в этом случае могут отказать в гарантии. В остальных же случаях, для того, чтобы система сломалась, там может сломаться только мотор печки, из-за того, что подшипник забьется грязью. Но это надо просто банально не менять фильтра вообще. Если вы меняете фильтра сами нормально, хотя бы раз в два года, то ничего там у вас не произойдет. Таким образом, как можно сэкономить денег на обслуживание своего автомобиля и не потерять в качестве? Ну, в первую очередь, определиться вам изначально по бюджету. Если вы смотрите аналоги, то под ваш автомобиль найти того производителя, где у вас все будет хорошо подходить. Фильтр подходит, тормозные колодки вас устраивают, масла какие-то, возможно, вы другие будете покупать, вас устраивают. По всему этому вопросу подходим комплексно раз. Далее. Важный момент. Да, можно пройти обслуживание у неофициального дилера на стороне, но он должен быть сертифицирован. Вам обязательно, ребята, внимание, нужно все эти бумаги брать. Если, не дай бог, вы там где-то на стороне что-то поменяли, когда у вас сломался мотор, вы приедете к официальному дилеру, вам, естественно, он с удовольствием скажет, пинка тебе под жопу, иди нахрен, ты менялся не у нас. И здесь начинаются баталии, начинаются судебные разбирательства. Все эти бумаги, у вас все должно быть. То есть, хотите сэкономить, перестраховывайтесь сразу на всякий случай. В противном случае, это бегать по судам. Это не так просто, никто вам с простертыми объятиями вас принимать не будет. Это суды, это экспертизы, потому что, если вы не будете согласны с экспертизой дилера, вы будете свою проводить, потом, соответственно, в суде могут назначить судебную экспертизу. Это все время. Сюда же добавляем, когда вы приезжаете на обслуживание автомобиля, вот у вас, допустим, идет обслуживание техническое, в которое входит отдельный графой взамен от того же самого фильтра. И он стоит там не 300 рублей, а он стоит, допустим, у дилера 2000 рублей. Вы, естественно, от этого можете отказаться. Соответственно, вы потратили 300 рублей, а не 2000 рублей. Но не забывайте о том, что когда фильтр входит в техническое обслуживание, в само техническое обслуживание деньги уже за его замену заложены. А их вам никто вычеркивать не будет, потому что это услуга комплексная. 4000 рублей прохождение техническое обслуживание, из которого, например, 500-600 рублей, определенная сумма, это исключительно за замену фильтра. То есть вот здесь какой-то нюанс происходит. Работу не выполнили, а денег взяли. А денег не взяли. Общая тенденция такова, что потихоньку нас, автовладельцев, машины, производители заставляют платить все больше и больше. То бишь, в каждое ТО включают замену того же салонного фильтра. Раньше это было, как у Мазда сейчас, через ТО. В остальное время на ваше усмотрение. Увеличивают размеры фильтров или их количество. Как в BMW, например, в твою машину, да, или там в прошлое поколение шел один фильтр. Сейчас мы видим два фильтра. Мерседес сейчас пошел еще хитрее. Вот про Мерседеса скажи, это интересная история. Да, то есть у них на новых моделях сейчас идет два фильтра, то бишь, фильтр салона и еще так называемый фильтр пылевой, пылевой, как пылевый, да, наверное, правильно будет говорить. И они тоже меняются в каждой ТО обязательно. То есть, если раньше у вас был масляный воздушный салон, то к нему сейчас добавляется четвертый пылевой. А вот расскажи про хитрость, которую они делают с тормозными дисками. Ну, с тормозными дисками просто мы столкнулись с тем, что проценивали на модель ГЛЕ тормозные диски. Владелец попросил подобрать аналогов. Аналогов не было вообще. И в кулуарах, так сказать, между своими нам сказали, что компания Мерседес на новых моделях делает эксклюзивные диски. Они их разрабатывают, там не диски, а колодки, в основном оттуда идет, определенного размера, который заказывают у производителя, лицензируют их, запрещая таким образом производить аналоги. И получается, что автовладелец завязан уже полностью на Мерседес и должен покупать только у него и диски, и колодки. А вот это, ребята, самый натуральный развод, когда тебе не дают возможности выбрать аналога. Но, с другой стороны, кто-то скажет, Мерседес-тачка дорогая. Но, ребят, это все, естественно, развод. Никакого оправдания тому, что производитель хитрит и тем самым хочет заработать на вас еще больше денег, я считаю, что нет. Я вам напомню, что с Сашей мы знакомы уже лет 5, с того момента, как я купил Мазду 6, потому что я покупал у него те самые как раз фильтра, ну и так далее. Саш, вот ты занимаешься запчастями, вот дай, пожалуйста, информацию, что сейчас люди-то выбирают? Вот в реале, все-таки аналог берут или в большинстве берут оригинал? Да, Дим, я понял. Ну, опять же, мы данный ролик показали, чтобы люди сами могли сделать выбор, но по статистике, особенно на фоне пандемии, когда мы понимаем, да, у людей у многих упали доходы, люди стали считать деньги, даже богатые люди, у которых дорогие машины. И по статистике более 80 покупок делается именно аналогов. То есть большая часть ушла? Да, даже если машины у людей на гарантии, берут оригинальный масляный фильтр, оригинальное масло, все остальное берут аналоги. Друзья, Саше, говорим огромное спасибо за предоставленный материал, потому что все-таки интересно было посмотреть, что-то порезать. Он занимается запчастями, я на него ссылочку оставляю. Кому что нужно, доставка по всей России. В качестве благодарности многие из вас его знают, многие из вас покупают у него запчасти для технического обслуживания. Вот такая интересная автомобильная тема у нас сегодня получилась. Выводы из нее простые. В любом случае, все расходники всегда проще и выгоднее покупать на стороне. Вы это прекрасно понимаете. А вот вопрос, что же все-таки покупать? Оригинал или аналог? Здесь выводы делать только вам. Мы вам показали, донесли до вас основную информацию. Обязательно переходите в комментарии, пишите, что вы выбираете, как вы обслуживаете ваш автомобиль. Кратненько, чтобы другие люди могли почитать, принять вашу информацию. Возможно, кому-то вы поможете своим советом. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Дальше будет больше интересных сюжетов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok